Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня на моем спортивном канале опять насобиралось небольшое или энное количество глупых и не очень вопросов. Сейчас даже зачитаем. И я вот не знаю, у них, наверное, какое-то сезонное обострение, что ли, на жару или что там. Короче, причины такой тупой активности мне неизвестны. Сейчас я зайду и поглядим. Что же нам тут пишут? Что же нам тут пишут? Сейчас я тут немножко не подготовился, извините. Вот. Так, недавно. Где тут у нас тупые вопросы? Вот. Так. Первый нам пишет Сергей. Здравствуйте, можно ли применять только курс Туринобола и ПКТ после Туринобола? Ничего не так. Потом опять такая же процедура. Не нужно ли еще в придачу что-то еще? Гейнеры или тестостерон и последствия какие? Офигительные у него сравнения вообще гейнеры и тестостерон. Я прям вообще... А мне 43, мне 43. Обалдеть. Пользовался гейнерами, потом без них пробовал, итог нет впечатления. А какое интересное впечатление у тебя должно быть от гейнера? Если ты хочешь впечатлений реальных, вот просто вот прям острых впечатлений, таких очень глубоких, таких долительных, серьезных впечатлений, то советую тебе взять гейнер или вообще брать продукцию фирмы Атлант белорусской. Вот там впечатления будут, это гарантированно, я тебе говорю вообще. Так, следующий у нас пишет нам Саша Немкин. Саша Немкин. А, ну, блин, давайте, может, я сейчас, наверное, отвечу. А вот это не культурный человек вопрос задал, а я полностью не это самое. Не раскрыл ответ. Так, он курс соло применяет, а потом хочет ПКТ. Во-первых, курс соло Туринобол, ну, в принципе, можно. Лучше, конечно, принимать с тестостероном. Вот, а вообще на коротких курсах ПКТ делать не надо. Вот, но и все будет зависеть от твоего отдыха. Если отдых будет короткий, то ПКТ не нужно делать, потому что, ну, просто не имеет смысла его делать. Вот, ПКТ есть смысл делать только тогда, когда ты будешь отдыхать минимум 4 месяца. Вот тогда ты можешь делать ПКТ. А так, то есть Туринобол с тестостероном, все. Спортивное питание, генер, это просто углеводы. Это как макароны, блин, каша, овсянка, еще что-нибудь. Да не важно. Это углеводы обычные вообще. Ну, что такое генер? Вообще сделали для изготовления коктейлей, для удобства использования. Вот и все, собственно. Так, следующий нам пишет Саша. Александр, я уже не первый раз повторяю и еще раз повторю. Я не ванга, чтобы предсказывать. Я не гадаю на протеиновой гуще. Я не гадаю на картах, там, Таро, еще что-нибудь. Какая масса там будет, сколько чего, у кого где вырастет и так далее. Генер, это, как я уже перед этим только что ответил, это обычная пищевая добавка, это пищ-концентрат. В принципе, тоже мука, это тоже пищ-концентрат, и это тоже углеводы. Можешь, блин, есть муку, вместо генера будет то же самое вообще. Одинаково. Дальше нам пишет. Еще один тезка, сережка. Шо не рожа, то сережа. Так, извините за надоедливые вопросы. Чего? Пишите плечам нужен... А, пишите плечам нужен покой. А-а-а, это нам хрен пишет. Короче, у чувака... Объясню. Солнце вышло, когда как светит. Ёлки зелёные. Меня прям не видно. Короче, у чувака проблема с плечами. Они у него болят, он травму получил. Я ему уже раз, блин, 150 повторил. Не трогай плечи, вообще нельзя ничего не делать. Отдыхай. Он мне, блядь... А можно делать это, а можно делать вот это, а вот то, а всё, а закачать, а пятое-десятое, а мне там Петя Вася какой-то, блядь, сказал. Я, блин, уже хрен за несколько раз повторил. Блин, что не ясно вообще. Сережа, отдыхай, не надо трогать плечи, блин. Потому что любые травмы плеча, эпикандилит, там ещё что-нибудь, воспаление суставов, связок, блин. Это серьёзная хрень. И закачивать это вообще нельзя. Абсолютно. То есть стоит принимать какие-то лекарственные препараты и полный покой вообще не трогать. Так, следующий нам пишет. Следующий у нас Мария. Здравствуйте. А если у меня есть паразиты, дексаметазон будет полезен или как? О каких паразитах она говорит? Это она пишет на странице с этим самым дексаметазон, как применять. Вот. И вообще гормональные препараты на паразитов никак не влияют. А если у вас есть паразиты, глисты, например, тогда идите в аптеку и покупайте волшебную таблеточку, чтобы от них избавиться. Потому что любые глисты – это плохо. Нет, ну есть, конечно, в лечебных целях глистов используют. Там определенные виды, которые помогают в выработке тех или иных веществ. Но как бы я бы с улитером, если они у вас есть, не советовал ходить. Вот. От них лучше избавляться. Так. Что там я понимаю? Ага, поехали дальше. Следующая нам пишет Анна. Здравствуйте. Хотела спросить, какие упражнения помогут высушить ноги? Особенно переднюю часть бедра. В молодости занималась на степ-платформах. Самый первый – фитнес. Потом понравилась. Худела. У нее скачки такие в этом все. Ухудела. Занималась танцем, пилотесом, стрейчингом. Но бедра, как у футболиста. Даже чего аппаратные методы похудения, LPG. Чего прессотерапия, миостимуляция, недостаточно высушивают. Что-то не такие какие-то дьявольские слова употребляют. Вообще, что это такое? Срочно на костер. На костер. Чтобы ноги похудели или высушились, допустим. Во-первых, нужна диета. Тут без диеты просто никуда. Если вы хотите уменьшить ноги, то лучше их не трогать. Вот именно соблюдать диету и не трогать ноги вообще. Ну и выполнять какую-то кардио. Ну бег там такой легкий. Велосипед вообще нельзя. Степпер тоже. Все забываем. Вот только бег, ходьба и диета. Если мы хотим просушить ноги, то как бы у женщины мяса много, то опять же диета низкоуглеводная. И многоповторка. Это у нас приседы там всякие, тот самый вариаций. Потом сгибание-разгибание. Приседы на скамью обязательно. То есть это тоже очень хорошо на рельеф влияет. Там можно очень много просто повторений делать. Ну и плюс щадящие на колени. Колени не так болеют. А вообще, если честно, они вообще валить не будут, если будете приседать на скамью. Так что лучше приседайте на скамью. В общем, как я уже сказал, чтобы высушить ноги и уменьшить их объем, если я на это имел в виду, то их лучше вообще не трогать, делать легкое кардио и соблюдать диету. И в общем-то все. И хватит вам. И не надо никаких там дьявольских терапий проводить. И еще что-нибудь там. Поначитаются непотентные какие-то херунды. Так, следующий нам пишет Алексей. Здравствуйте. У меня три вопроса. Первое. Нужно ли разминаться перед бегом? Во-первых, бег это в принципе как бы на силовых тренировках это и есть разминка. Само по себе. И разминаться перед бегом не надо вообще. То есть в процессе уже человек разогревается там еще. Если да, то как? После бега нужно ли делать заминку? Заминку тоже не надо делать после бега, потому что это такая кардионагрузка. Она и сама, и разминка, и заминка. Короче, в общем, универсально. Как правильно дышать при беге? Бегать нужно, ой, то есть дышать нужно инстинктивно. Не нужно стараться там контролировать дыхание там. Не, не, не. Так не надо делать. Дышите инстинктивно, так как вам удобно, то есть, дышать. Я думаю, вы меня поняли. Не надо контролировать это, потому что смысла в этом вообще никакого нет. Следующий нам пишет, вернее, следующая Елена. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли принимать добавки как БЦА, креатин и Л-карнитин при планировании беременности мне и мужу? А, беременности мне и мужу. Оба занимаемся залем на набор массы по вашему приложению. Во-первых, эти добавки никак, ни на плод, ни вообще, ни на размножение, они никак не влияют. Абсолютно. То есть, это, ну, генетика и пищевые добавки, это совершенно разные вещи. И друг на друга они никак влиять не могут. Поэтому принимайте, пожалуйста, ничего не будет. Короче, все нормально будет. Можно принимать и не беспокоиться. Вообще, да, можно не думать об этом. Вы же не думайте о том, к примеру, ну, вообще, если следуя вот этой вот логии, вот, женщины, то как бы, ну, может, она не то имела в виду, я уже утрирую, но многие говорят, к примеру, по поводу ГМО, что если мы будем употреблять ГМО, то у нас там пипирка отсохнет, там еще что-то изменения какие-то будут и так далее. То есть, следуя их логике, если мы постоянно питаемся, допустим, курятиной, то, в принципе, в процессе питания через энное количество лет у нас должны отрасти перья. Или там мы яйца должны нести. Это дебилизм полнейшей воды, чистой воды, короче, ну, идиотизм. Вот, и тут вот Елена как бы, ну, примерно может быть из одной и той же стези, вот. И, короче, все нормально будет. Можете принимать, это ни на что никак не влияет. И ничего, беременности вашей не будет. Вот. Единственное, что, когда вы забеременеете, то я бы рекомендовал все-таки от, не то чтобы добавки там вредные, невредные. Они-то не вредные, но именно, а вдруг у вашего плода может быть там на что-то аллергия. Или у вас аллергия. То есть, на какие-то пищевые добавки, там, компоненты. Причем, я не говорю сейчас, что это не экология. Нет. Это не химия. Потому что у некоторых людей есть на обычные продукты аллергии, там, я не знаю, на, там, тот же этот самый, как его, глютен, это растительный белок, кстати. Хлеб есть не могут люди, понимаете. Хлеб есть не могут обычные. Это вообще ума непостижимо. Это как бы от хлеба кранты могут быть. И, в общем-то. На животный белок тоже аллергия может быть. На яйца, на лактозу. Лактозу, на лактозу, это молочный сахар. Блин, ну это, конечно, жесть. Причем лактозу, неусваиваемость лактозы, это самая распространенная вообще в мире. Вот. И, казалось бы, самая обычная, экология тут ни при чем. Просто такая физиология. Поэтому у каждого на что-то может быть аллергия. Ну, не у каждого, в принципе. У меня лично аллергии на продукты вообще, на питание ни на какое. Аллергии нету. Абсолютно. Поэтому смотрите сами по себе, что у вас там, где там, как. То есть вы это должны знать и консультируйтесь. Консультируйтесь с врачом. Вот. Проходите обследование и так далее. Короче, все. На сегодня вопросы закончились от наших пользователей. И это лишь была малая часть. У меня еще там целая куча их завалялась. Я все зачитывать не стал. Потому что видео будет очень долинным. Поэтому на сегодня пока хватит хорошего понемногу. Посмеялись. И, в общем, до скорых встреч, ребята. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Делаем репосты в соцсетях обязательно. Вот. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok